Троцкий вел себя очень высокомерно по отношению к другим руководителям. На заседаниях политбюро без Ленина он демонстративно не участвовал в обсуждениях. Он читал какие-нибудь французские фривольные романы и время от времени переводил наиболее фривольные, скабрезные моменты, чем людей вгонял в краску. Реально в дискуссиях не участвовал, показывая, что эти дискуссии не его уровня. В апреле 1923 года Троцкий отказался выступать с заметками Ленина по национальному вопросу с критикой Сталина. Дело в том, что Ленин очень хотел, чтобы Троцкий разнес Сталина по национальному вопросу. Но Троцкий этого делать не стал, потому что он посчитал, что люди подумают, что он метит в наследники Ленина. Я этого делать не буду. В октябре 1923 года Троцкий сделал первый шаг в борьбе за власть. Он написал письмо в ЦК, критикуя бюрократическо-партийный режим. Непосредственно било по Сталину, косвенно по Зиновьеву и Каменеву. Зиновьев и Каменев все поняли, и они решили Сталина защитить. 46 видных большевиков поддержали Троцкого, но это было меньшинство. Дискуссия ни к чему не привела. И в 1923 году на Октябрьском пленуме ЦК и ЦКК добились осуждения Троцкого. То есть Тройка продавила осуждения Троцкого и других оппозиционеров за фракционную деятельность, которая была запрещена. При этом сами противники Троцкого, они на самом деле, не называя это, они создали фракцию. То есть они нарушили правила. В декабре 1923 года Троцкий публикует в Правде письмо к партийным совещаниям, где говорит о том, что партийная жизнь затухает. То есть это означает, что идет бюрократизация. Это опять камень в огород Сталина. ЦК обвинил Троцкого в натравливании одной части партии на другую и на 12 партконференции в январе 1924 года, на которой Троцкий отсутствовал, оппозиция была разгромлена. Троцкий в это время отдыхал на Кавказе в своих мемуарах. Кстати, мемуары Троцкого продаются, она называется «Моя жизнь». Почитайте, это очень интересное чтение. Ну, естественно, там 50% неправда, но текст очень интересный. Ну, как во всех, в любых мемуарах вообще. Так вот, Троцкий объяснил свое отсутствие на похоронах Ленина и на вот этом пленуме январском тем, что Сталин его неверно информировал о дате похорон. Может быть так, может нет. Но дело в том, что у Троцкого было много сторонников в Москве. Они-то могли его информировать. Так что, думаю, здесь Троцкий наводит тень на плетень. В 2024 году сторонников Троцкого разгромили в январе. И Троцкий и его сторонники оказались в очень сложном положении. Они должны были либо противопоставить партаппарату свой партаппарат, а у них его не было. Либо тогда, если мы не можем противопоставить свой партаппарат, мы должны обратиться к партийным массам. Это означает, что они тут же получали обвинение в том, что они натравливают партийную массу против партийных руководителей. В результате Троцкий и его команда оказались загнанными в угол. Они все время совершали какие-то проступки с точки зрения партийной дисциплины. И вынуждены были постоянно каяться, чем вызывали смех. Лидеры, которые вызывают смех, это уже не лидеры. Тройка и Сталин максимально использовали смерть Ленина в своих интересах. Был построен мавзолей. Тело Ленина было мумифицировано, вопреки протестам Крупской. Но ей очень быстро объяснили, что она должна заткнуться. И в апреле 1924 года Сталин делает первую заявку, причем не очень удачную, на то, что он еще и теоретик. В апреле 1924 года выходит книга Сталина «Основы ленинизма». Это цикл лекций, который он прочел в Коммунистическом университете имени Свердлова. Книга посвящена ленинскому призыву. Ленинский призыв в партию – это была еще одна форма безотходной утилизации смерти Ленина. В партию после смерти Ленина было принято 250 тысяч человек. В то же время из партии было вычищено 100 тысяч человек. Делалось это для того, чтобы у партии оказалось как можно больше молодых, неопытных людей. А тех, кто мог поддержать Троцкого, они из партии выдавливались. И вообще сначала то, что Сталин сделал заявку на то, что он теоретик, это было воспринято со смехом. Старые большевики ему говорили «Коба». «Коба» – это его партия, одна из партийных кличек. «Ну ты же не теоретик, не позорься». Сталин и все проглатывал, и, естественно, запоминал. И на 13-м съезде партии Сталин попал в сложную ситуацию в связи с завещанием Ленина. Еще раз говорю, что этот текст не назывался «Завещание», просто его назвали «Завещание Ленина». Это текст, в котором Ленин, говоря о том, что необходимо сохранить единство партии, дал характеристику, это было написано за год еще до его смерти, дал характеристику всем лидерам большевистской партии. И у всех находил отрицательные качества. И на самом деле, если внимательно читать этот текст, скрытый шифр этого текста – это посыл. «Ребята, без меня вы перегрызетесь, выпустите меня из горок». Создается впечатление, что Ленина совершенно сознательно, его коллеги по партии решили запереть в горках. Все не нужен, следствие окончено, забудьте, золотой ключик найден, дверца тоже найдена, теперь можно Владимиру Ленину отдыхать. И Ленин, понимая это, написал вот это так называемое «Завещание», в котором он дал негативные характеристики. Например, он пишет, что Николай Иванович Бухарин является по праву любимцем партии. «Впрочем, Николай Иванович никогда не понимал диалектики». То есть, получается, у Николая Ивановича хорошая голова, только дурню досталась. Он писал, что «Сталин груб, нетерпим, поэтому его бы хорошо переместить на другую должность». Но авторитет Ленина был таков, что если бы это было прочитано на съезде, Сталин перестал бы быть генеральным секретарем. Но его спас Зиновьев. Зиновьев предложил читать вот эти тезисы Ленина обо всех, о Троцком, о Сталине, не на всем съезде, а на собраниях отдельных делегаций. И дальше Зиновьев выступил и сказал, что товарищ Сталин исправился. Если бы товарищ Ленин был жив, он бы, конечно, вот сейчас это все понял, и этот текст бы не появился. Продолжение следует...